Золотая рыбка Сравнить с каким-либо другим Борис Грачевский у нас Я про Яролаш говорю Может быть обидно Борис скажет Я помимо Яролаша столько сделал Что бы я ни делал Все равно на мне стоит такая печать Его величество Яролаш Вот чтобы я Хоть телефон, хоть что Я кстати обратил внимание Яролаш Ну ладно, тут тоже Яролаш Я к тому что И жизнь моей Яролаш Что бы я ни делал Я делал это всегда с удовольствием Как следует, как и Яролаш Все равно конечно перебить Яролаш Сколько лет, это просто вообще 46 лет Сейчас событие В неком офигении За 46 лет впервые Нам отказало Министерство культуры Финансирование Первые почти за полвека Да, и за такое количество Выросших поколений И наверное это уже мало Что осталось из той жизни И перешло в эту Но не просто перешло Понимаешь, я как раз горжусь Тем, что сегодняшние показатели Ну в интернете у нас Подписчиков 2,5 миллиона Просмотров 2 миллиона Ну 200 Уже скоро 50 Миллионов 2 миллиарда Миллиарда 250 миллионов просмотров Миллиарда Это за 5 лет Мы стали Так сказать считаться Я говорю, такие вещи И каналы какие-то показывают Я не хочу никого рекламировать Никому Ну я просто говорю В смысле И это никого не заинтересовало Что наверное мне Не наверное А мне важнее всего Что то, что мы сегодня делаем И является интересом Сегодняшних детей У нас сейчас самый Центровой сюжет Где директор школы Завидует маленькой девочке Что у нее подписчиков Больше, чем у него Я тоже про Бузова подумал Когда говорил Ну я же говорю, что Про миллиарды просмотров Нет, ну Представь мои симпатии Коли Это как бы За скобки вынеси Потому что там же Правда мало Там больше приписок А у вас все по-честному Мы вообще не притрагиваемся Это честно абсолютно Так а что С госпожой Любимовой Знакомы? Нет? С госпожой Любимовой Ну я со всеми знаком Но тем не менее Там же так выстроено Что как бы Не как бы А действительно Совет экспертов В этом году Постановил нецелесообразным Этот Яроваш делать Зачем? А он изменился Совет экспертов? Или он тот же Что был и в прошлом году? Ну в прошлом году Нам дали Там не дали Потом в резерве Дали Что-то добавили И так далее В прошлом году Ну наверное Не изменился Но в принципе Это так сказать Люди Которые тоже Заинтересованы Им тоже что-то дать Наверное Что же Нас В общем там что происходит В двух словах И закроем эту тему Потому что от того Что мы будем вместе плакать Про деньги очень интересно Никто нет Никто про деньги Просто Просто финансирование Нашего киножурнала Стоит в ряду С детскими фильмами Так И Которые Кому-то дали Кому-то не дали У кого-то хорошие Мы все честно сдаем Но мы периодическое издание Это уже никого не интересует Что это ему каждый год Дают деньги Вот это И все Раздали Снял А я же поэтому Кроме народа Никто не любит Нас Ой Не надо Не надо скромничать А что я ей говорю Кроме народа Плохого слова Никто не написал Из профессионалов Я честно абсолютно Так сказать Все попытки написать Какие-то гадости Разваливаются Потому что мы Для меня всегда В первую очередь Это обратная связь Вот я Наверное Один из немногих Который Из немногих Очень много Хороший Получилась фраза такая Много езжу Я встречаюсь с детьми И вот сейчас Буквально завтра Сяду и улечу И там будет И я лечу В Владивосток И там будет И океан Это огромный лагерь Такой же как Артек Только На берегу Тихого океана Я говорю Что и будет много встреч И я всегда сижу Внутри зала И слушаю Реакции Это очень важно мне Что потому что Так сказать Делайте самому себе хлопать Мне всегда Очень обидно Сегодняшняя ситуация С детским кино Такова печально Настоящее детское кино Чтобы увлечь зрителей Значит нужно вкладывать Какие-то огромные миллионы Уже долларов А почему так А я же говорю Что для того Чтобы сегодня Вот они категорически Не хотят смотреть Что было Вот все Что в твоем детстве Не в твоем детстве В твоей юности У твоих детей Все Вот у меня же Восьмилетняя дочка есть И я говорю Вась Василиса Я говорю Ну Не Понимаешь Она отключается И все Вот другой темп Другой ритм Сейчас Если вот раньше Вообще время поменялось Если раньше Например В книжке нужно было Каждой там По-моему Двенадцатой страницы Но если ты пишешь Бестселлер Двенадцать Тебе это как раз важно Каждая двенадцатая страница Нужно обязательно Менять Категорически То теперь они говорят Можешь себе представить Каждая пятая А то и четвертая То есть Получается Вот это вот Когда-то я так сказать Умилялся Терминологией Компьютерная литература Имеясь ввиду Что В одной страничке Монитора Происходят все события Которые можно вот так Ставить и так Не как книжку листать А можно нажать там 148 страницу И пятую Ну То есть На этой страничке Законченная Так сказать Маленькая какая-то история Ну крохотная Чего-то Из этого собирается Так сказать Большая литература Ну Это я прочел еще И удивился Точности Такой Песет Который я очень любил Миларат Павич Не знаю Читал Не читал Ну так сказать Он такой Сурреалистичный Такой В этом Но теперь получилось Все должно Почему еще Яролаш держится Потому что на второй Третьей минуте У них кончается Интерес А мы передергиваем На следующий Вот из-за этого Так Получается Что деньги Не дают Потому что Может быть Считают Что это уже Ну не актуально Что сейчас Сейчас же Не пишется музыка Для детей Нет у детских песен Профессионалы Есть Редко Мало Плохо В том-то все и дело Плохо Последний успех Который для меня Такая есть Композитор и певица Любаша Татьяна Залужина Вот у нее там Я знаю Много песенок хороших И дети Как бы вот К несколько Подошло Просто сегодня Для того чтобы Повлечь ребенка Игровым кино Нужно вкладывать Огромные деньги Вот я жду Так сказать Сейчас выйдет картина Конек-Горбунок Игровая картина Мне самому Жутко интересно Что получилось Это не анимация? Нет-нет Именно что Игровая картина Я почему и говорю Что А кто делал? Это Сильянов Продюсировал Я знаю Они вот Третий год ее делают Третий год Вроде бы они ее закончили Но сейчас Никому не охота Сжечь на площади Пустую Я надеюсь Что Я буду просто счастлив Чтобы это увлекло Потому что последняя картина Успех там Последнего богатыря Если ты слышал об этой картине Конечно слышал Она почти 2 миллиарда Смешной Почти Но она не совсем детская Это все-таки Ближе к опусте Я не считал Что это детская Я ей говорю Что она как бы Ее туда-сюда Значит сегодня дают Не очень Ну совсем небольшие деньги На детское кино В надежде Что ты еще и доплатишь А как правило Всех нет И поэтому Вот бытовая история Про то Как мы с тобой Вот поговорили Потом вышли Тут машина Обрызгала Я пошел в химчистку А там встретил Мальчика Который там Ну понимаешь Нет Все Должно обязательно Что-то взорваться Превращаться Фантастика Фантазия Фэнтези Что хочешь Но только не просто Здравствуйте Дети Я ваш учитель Ну вообще в целом Очень серьезно Изменились нормативы Вот я сегодня утром Беседовал с актрисой С одной Она мне напомнила Про фильм Найденыш Он назывался Сплятом Где Сейчас Найденыш Подожди Ну в общем Взрослый мужчина Находит ребенка Маленькую девочку Берет Подкидыш Подкидыш Да И вот он всячески Кью тискает Целует Обнимает Говорит Сейчас невозможно Такое снять Потому что сейчас Это уже смотрится Как У меня была Пожалуйста У меня была Идея После моего фильма С кота О котором мы когда-то С тобой давно Говорили Была идея Снять Подсвейгу Жгучая тайна И там история про то Что Скучающий дядька Который Не может добраться До единственной Красивой девушки Женщины Чтобы на отдыхе Развлечься А она с ребенком Начинает дружить С этим ребенком И она на него Обращает Внимание Он дружит И так далее И я вдруг понимаю Они в горы Вместе уходят Сегодня такая Страшная история Мы доигрались Все вот с этими Всеми кошмарами Абсолютно Но ведь Меняются еще И законодательные параметры Сейчас допустим Говорят что Молодежь это до 40 лет То есть ты Вообще подросток Или там юноша До 40 лет Значит Получается что Да что ты И ребенок там Ну до 20 А у меня как раз По этому поводу Смотри Значит Когда мы С Александром Григорьевичем Хмельком Замечательно Моим учителем Последним Создавали Яролаш То мы сразу сказали Надо обращаться К 10 летним детям Потому что иначе Мы если совсем К маленьким пойдем Мы потеряем Тот хвост Старших Нам хотелось захватить На 12 13 14 Вот сюда Это было Почти 50 лет назад 46 лет назад И действительно Бывали случаи Когда я оказывался Аудитория Младшеклассников И они ржали Когда кто-нибудь упадет Упадет башкой Или что-нибудь еще Или мультики Вот эти коротенькие Я думаю Мама родная Но сегодня Иногда даже Трехлетние Смотрят Яролаша Уже пытаются Что-то разбираться Им нравится Ну детишки бегают Темпы То есть они взрослеют Раньше получается Вот я же как раз Об этом и говорю Что получилось За это время За это время Они очень Поумнели дети Вот так Другого слова нет То есть они теперь Опережают все В развитии И сегодня Официально Мы считаемся Мы считаем с вами 5-12 Но 4 Многие А то и 3 И масса Так сказать Говорят Вы знаете А мой ребенок Прямо вот так нравится Я ему включаю Он смотрит И так далее Ну тут Много Потому что Мы специально Делаем Иногда Так сказать Что этот возраст Может не понять О чем Ну допустим 6-летний Не может понять Что 12 Но заложит Это себе Понимаешь Как вот Сейчас У меня полугодовалое Дитё Которому каждый день Читают сказки В апреле Родился сынок Поздравляю Полгода Филипп Я его зову Филипп Первый Да Филипп Борисов И у него Кличка Улыбака Он все время улыбается Точно знаешь Что папа из Яролаша Улыбается Я говорю Филипп Филипп Он Когда женщины Брючный костюм Начали носить Говорили Это безобразие Я очень хорошо помню У меня папа Лекция о хорошем Тоне И говорил Я какой Вы не думайте Я современный человек Брюки Конечно на прогулки Но в ресторан Внесенный прописано Что брак Это союз мужчины И женщины Нас уже обвиняют В том Что мы Чрезмерно Консервативные Мы с тобой За конституцию Не можем ответить Ну мне кажется Нельзя было бы Об этом писать Мне кажется Это так сказать Скажем Ну не запрещать Не расписывать Таких людей Не знаю Как говорят Сами они Не рожают А их больше И больше Становится Почему Ну потому что Во-первых Сейчас Масса есть Как Я термин Такой скажу Человеческого материала Который можно Усыновить Сейчас же очень много Для усыновления Суррогат Да Да Есть этих возможностей Доноры Суррогат Которых раньше не было Вот Меня недавно Кстати нас просили Как ваша позиция К суррогатному материнству Да Как Я говорю Вы знаете Если есть возможность Дать жизнь Маленькому человеку Вот просто изначально Это уже здорово Вот Поверьте мне Давайте так сказать Переходить на светлую сторону жизни И думать Что вот Появляется человек Это же здорово Это потрясающе Вдруг из него что-то Получилось Грандиозное Я Как-то Увлекался Всякими Так сказать Религиями Философиями И нарвался там На один трактат Индийский И там много чего У них же очень много Всяких Так сказать Направлений В вере Самых там Я 70 что ли И я прочел у одного Случайно У меня Читал Читал И он там пишет Увидишь ребенка Здоровый с ним Будет с ним Максимально вежлив И уважительно Неизвестно Кем он будет И это так интересно Вот так точно А вообще Вот с детьми С детьми надо общаться Как со взрослыми То есть вот Разговаривать с ними Серьезно Не Интонировать Не Тут есть Я как раз Буквально вчера Был разговор С моими друзьями Я сказал Нет запрещенной темы Для разговора с ребенком Нет Но Важно Эту тему Подобрать Правильные слова И правильный тон Если вот так вот Рассказывать Это уже плохо Да Значит Можно объяснить Когда-то Эйнштейн что ли Говорил что Настоящий ученый Должен объяснить Самому простому человеку Чем он занимается Чтоб тот понял Нафига ты тут сидишь Вообще Вот так и это Я считаю Что нужно найти Форму И объяснить Самое-самое секретное Самое запретное У меня когда-то Когда на заре интернета И еще Так сказать Не было соцсетей Которые Изрядно Приносят вреда Огромное количество Вреда приносят Кому Чему Дети общаясь К этому Там к ним Влезают всякие Советчики Жуткие Нет Это просто Просто Не в курсе Слава богу Там много Нехорошего Может быть То есть Это возможность Влезть вот к человеку Помимо всяких Педофильских Замажек Которые там Бродят через эти Сети Влезают Там и так далее Я имею Там много всякой Ну вот же Поймали Это с китами Жуткую историю Ну как Это же вот через это шло Я говорю Тогда не было Но была Все боялись Порнографию Что ребенок Включит Какой-нибудь Который там В интернете Бо Я говорю Есть путь У меня Я говорю Посадите рядом С собой ребенка Включите Самую грязную Вот какая Вот хуже некуда Включите С ним вместе Посмотрите И скажите Ребенку Ну что тебе нравится Ну это не может Вот ребенку Понравиться Вот я Самую грязную Порнографию Специально Когда мы говорим Ребенок Мы о каком возрасте Сейчас говорим Ну для меня Ребенок Ну ты же понимаешь Пять лет Нет я имею ввиду Это имеется Ну хотя бы там Девять-десять лет Который пытается Ведь там очень Интересное движение Я так сказать Тоже Вот мы когда Начинаем какой-то сюжет И начинает мне Давайте возьмем Семь-восемь лет Я говорю Вы не понимаете Семь-восемь лет Для них пол Только любопытство У кого что А в десять-одиннадцать У них начинается Уже некий интерес Другого пола Понимаешь Так сказать Как в старой Противного пола Хорошее было слово В старину Противный пол Вот И я говорю Одиннадцать И двенадцать Это уже другой интерес Если так сказать В десять Он дергает И по башке бьет Как бы Пряча это То в двенадцать лет Он уже пытается Каким-то образом Привлечь внимание К себе Уже Более Скажем В половом отношении Вот Его так сказать Интерес Это тоже важно Ну Мы стараемся Так сказать Чтобы Иногда Они говорят Вот ну трогатель Не так будет Честно там история Мальчик Две девочки Замучился Он То ту провожает То эту Они все время дергают Он потом плюнул И сидит в ужасе А третья говорит Он говорит Я больше не могу У меня нет сил И все время бегает Эту обманывает Эту обманывает Ну то эту И это говорит Я с малых Ну в смысле С детского сада И это Она говорит Да пошли ты Ту и другую Как Он говорит Да так И он послал их И сидит такой довольный Свободен Вовка Футбол сегодня будем Все Только я на воротах Смотри И сзади рука такая Бум Той толстой девки Ну свободен Теперь давай Мой тащи портфель Так вот И воевали мы По возрасту Мы воевали Так сказать И режиссер говорит Ну давайте возьмем Маленьких Как трогательно будет Я говорю Ну мы потеряем Вот ту Мысль Сейчас очень много Последние лет Десять Снято ремейков Комедий Культовых Советских А смысленно подумать О том Чтобы делать Новые версии Знаменитых детских фильмов Если существует Дефицит детского кино Мы же с этого с тобой Начали Они вообще Не хотят Это смотреть Ведь остается Еле-еле Гайдай Потому что он Как бы работал Всегда Короткими Смешными Гэгами И точками И так далее Я имею ввиду Может быть Сделать какую-то версию С компьютерной Технологии Другой киноязык Нет Не киноязык А весь темп Другой Все другое Должно быть Может быть Это вот Посмотрим Тканек-карбонок И есть Вот это новое Мне самому страшно Интересно Ну вот сделали Сейчас Огромную картину Денег вбухали Вратарь галактики Вратарь галактики Да-да Не пошли Не пошли Да Что-то произошло То ли драматургия То ли Ну технически Я видел там Ну я не кино Ну в смысле Вилка Нарезки Все это ахает Летает Но все Этим же Никого же не удивить Вот же что-то Происходит Еще что-то такое Вот с ковидом Пресловутым С этим Многие страны Перешли На дистанционное Обучение Вообще отношения Есть перспектива У дистанционного Обучения Может быть Мы просто не понимаем На самом деле Я так сказать Об этом много Думал Но вот есть еще Вещь Вот почему все говорили Не будет театра Не будет ничего Будет сплошное Телевидение и кино Ну помнишь Да-да-да А в театре бум А в театре Сидит огромное количество Людей Огромное количество Вот Если бы сейчас Не ковид То в театр В любой Хороший спектакль Не очень Звезды там Не очень звезды Потому что Это есть Вот Это невозможно Это невозможно Вот ящиком Телевизором Понимаешь Невозможно Вот Это дыхание Сегодняшнего артиста Который играет И сегодняшнего педагога Который смотрит В твои глаза И в твои глаза Ты меня слышишь Говорит Ты понимаешь Что я сейчас тебе рассказал То есть Будущее Не за дистанционным Обучением Я думаю Что оно все равно Войдет И вот я так сказать Раз уж ты на это Наступил Вот у нас Каждый год Был такой Фестиваль Большой Яралаш Или Большой фестиваль Яралаш Мы спорим Как правильнее называть Большой фестиваль Яралаш Вот так Со всей страны Мы собирали детей Группами Там с родителями Разные вариации Собирались Сначала там были Орленки Лагерь Такой же Как Артек Огромный Потом мы перейдли Под Москвой Чтоб удобнее все было И дети Не останавливаясь Показывали свои способности И победители Получали главные роли В Яралаше Значит Мы должны были В июне Этот фестиваль сделать Значит Все накрылось Успели остановиться Но вот мы начинаем Этот фестиваль И вот кто слышит Мы открываем Этот фестиваль И Они должны присылать Свои Номера Свои Стихи Кто что у вас Что гораст Мы там специально Сделали несколько Вступлений Лекций Таких Ну кому-то Вот как надо Как приготовиться Как правильно И так далее И так далее Разные у нас Все наши Режиссеры Педагоги У нас же театр Еще есть тоже Я говорю Что и мы Вот Онлайн Начинаем Это все Раскатывать Сейчас самое время И к концу ноября К концу ноября К самому концу Даже может быть Мы тут спорили Спорили Все таки нет Неправильно я сказал К середине декабря К середине декабря Мы выведем И покажем всем Это очень важно И покажем всем Кто победил И кого мы награждаем Главной ролью Мы же не будем Вечно с этим ковидом Но в конце Это концов Ну или мы все переболеем Я не знаю Перестань Третьей волны не будет Вот И победители Будут играть Причем у нас же Каждый раз Красноярск Там Бог знает откуда Ребята Из Калининграда Челябинск Самых разных городов А дети вот Из этих И мы простите И мы это берем на себя Уже Все приезды В гостиницу С мамой Ну с родителями Обязательно Все это И эти дети Награждаются Этими главными ролями У меня такой вопрос Вот эти дети Из Красноярска Из Сибири Очень отличаются От московских Все-таки Московская ребятня Это особая Какая-то порода Нет Уже нет Это очень здорово Кроме вот этого Здравствуйте Вот это все Да-да-да Говорить Говорить И акцентов И вот Вот на кого Скажу я Кроме вот этого Абсолютно Современные дети И очень много Ярко талантливых детей По-настоящему Талантливых И может быть Только чуть-чуть Акцент И собьет тебя Все остальное Потрясающе Не акцент А как говор Какой-то акцент Говор Говор Я просто хочу сказать Что много ярких Вот я езжу По стране Ну вот посмотрите Действительно Как говорил Рауна Беков Среди десяти тысяч Говорит Хорошие дети После десяти тысяч Появляются Вот десять тысяч Посмотришь Обязательно будут Обязательно Они всегда были Природа никогда Вот так вот Чтоб все Мимо Или все Обязательно будет Несколько удивительно Ярких Талантливых детей Ну с нашей задачей Это как бы Бог Я всегда говорю Что можно долго учить А тут Бог просто Почему у нас Такие дети Вот артисты С щелчка раз И пошел работать Прям сходу Я говорю Что Вот у нас Парень Красноярский Был Ну просто потрясающий Мы даже его не в одном А в трех сюжетах сняли Настолько он хорош был Настолько он блистательный был Надо было видеть Когда мы все Молодец Я дайте Я еще сценку сыграю Да нет Ты потрясающий Не Я тащил через полстраны Этот костюм Он стал играть кусок Из Ивана Васильевича Это Гайдаевского Я тащил костюм Дайте я вам покажу Дайте И такой парень был Мишка Ну замечательно Я просто говорю Что И когда я вижу По-настоящему ярких детей Для меня это вот праздник Я понимаю Что вот просто так Он Не просто Я такой вот Талантливый Вы меня позовете А еще же нужно вот это Вот Посмотрите меня Я сделаю вам Вот так У нас Карась есть Золотая рыбка Это карась китайский Дядя Володя его зовут Пожелание Золотой рыбки Какое-нибудь Будет озвучено От Бориса Грачевского Ой У нас есть такая песенка У нас много песен Про яролаш сочинено Есть такая песенка Там Яролаш никогда не кончается Этот праздник Всегда возвращается Вот я хочу это Ну это пожелание Оно очевидное Потому что этот праздник Никогда не кончится Поэтому здесь даже Золотая рыбка не нужна А нужен просто один Грачевский Спасибо, Борис Спасибо большое Спасибо